Юха готова! Несколько дней в Ундоровском палеонтологическом музее готовили новый экспонат 3D-модель Элосмозавра. Воссоздавал прижизненную окраску ископаемого сотрудник Палеонтологического института Российской Академии Наук. Об итогах совместной работы в нашем следующем материале. Мы стараемся кисточками не работать, а вообще-то накладывали такой вот тампон, или как это называется, инструмент такой, поролоновый. Равномерно и в несколько слоев Ундоровский палеонтологический музей готовит для посетителей новый экспонат в обличии Элосмозавра Юхи. 3D-модели распечатывали четверо суток. Одна деталь – один день. Юха – это в тюркской мифологии красивая девушка, в которой превращается дракон, прожив тысячу лет. Кожа ее была покрыта чешуей. Экспонат покрывают специальной краской. Мелкие детали прорисовывают кистью. Кропотливая работа. Всем занимается столичный специалист Палеонтологического института. Достоверная окраска неизвестна, но что известно вообще для всех морских животных, что у них снизу с брюха они были светлыми, а сверху они были темными. Это нужно, чтобы когда кто-то снизу животные есть, они на него смотрят, а сверху солнце просвечивает через воду, соответственно, животное сливается с поверхностью. Это не единственная модель, распечатанная на 3D-принтере. Удачный пример – макет плеозавра, уменьшенный в 10 раз. Животное входило в число крупнейших морских хищников за всю историю и обитало на территории Ульяновской области. В экспозиции есть и точная копия ихтиозавра, но его макет еще придется поискать. Воссоздать историю помогает разработчик 3D-принтеров Даниил Кирьянов. Палеонтология для него – увлечение, но делу он отдается полностью, ведь здесь важна каждая деталь. Важно хорошо подготовить сами трехмерные модели. Важно получить качественный 3D-скан опеменелостей, либо качественный файл реконструкции. Экспонаты готовы открыть посетителям Ундоровского музея свои тайны. Через систему дополненной реальности погружают в свой подводный мир. Кости скелета встают в анатомическую последовательность, после обрастают мышцами, сухожилиями и кожей. И вот элосмозавр уже плавает в естественной среде обитания. Кости ископаемых морских рептилий не вечны, поэтому эту скелетную реконструкцию плеозавра в скором времени специалисты распечатают на 3D-принтере. Макет появится в натуральную величину. Марина Тимофеева, Дамир Губеев, Вести Ульяновск, из Ульяновского района.